Дай почитать. В чем загадочность русской души, сложность в взаимоотношении с Западом? Но особое внимание он уделил такому свойству русской культуры, как литература-центризм. Для него классическая литература и современность неразделимы. Его слова стали знаковыми для рубежа XX-XXI веков. Нет решительно ничего удивительного, что у нас куда жизнь, туда и литература, а с другой стороны, куда литература, туда и жизнь. Что у нас не только по-жизненному пишут, но и по-письменному живут. Как прозаик, Пьецух опирается на приемы письма Гоголя-Чехова на традиции отечественного авангарда Хармса, частично на Михаила Булгакова, Михаила Зощенко. Но для Пьецуха главной особенностью стиля является тотальная ироничность. Он изображает абсурд современной действительности. Основу сюжета составляет парадокс. А действие предстает как череда житейских метаморфоз. Национальный характер в прозе Пьецуха – это первопричина абсурдности национального бытия и хаотичности национальной истории. А его он точно подметил. Русская личность издавна находится под владычеством, даже игом родного слова. В этом плане интересен его сборник «Избранная проза» 2019 года. И рассказы, опубликованные в нем, «Василиса и духи», «Славяне», «Как я ездил за границу», «Студент прохладных вод», «Девушка с веслом», «Наши за границей» и другие. Хотя само творчество Вячеслава Пьецуха в целом с трудом укладывается в некие определенные рамки, во многих его рассказах встречаются мистические, сверхъестественные, фантастические вещи по высказыванию самого автора потусторонние мотивы. О «Избранной прозе» собраны небольшие рассказы. Острые, ироничные, иногда шуточные. Происшествия смешные, трагические, случайные, нелепые. Но ясно одно, что именно эти события и приводят героев к самому правильному решению. Это такие истории-перевертыши, истории-матрешки, как снежный ком растут трагикомические рассказы, поток небылиц, абсурда, и ты понимаешь, что это уже не смешно. Это светлая грусть и любовь к жизни. Вячеслав Пьецух, «Избранная проза 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok Почитать!